Всем привет, мистер Дивиз! Сегодня покатаем мучка в фантастике. Угадайте на каком танчике, да? Да, да. Я готов продолжать нагиб, а всё дело вот именно в этом танке. Да-да. Это мерка. И не говорите, что у меня сейчас для мерки какой-то маленький ранг. Я вам отвечу, я её втаназил. То есть сейчас, как вы некоторые могли, может быть, заметить или не могли, я не знаю. У меня 115 золота, вот. И я сейчас купил его. Немножечко. Бо большей части я, конечно, копил, где не доносил. Но теперь у меня есть мерка. И что это у нас такое? Мерка не прокачанная, однако, с купленным кунгляжем, потому что у меня было 120 тысяч серебром. Мерка вот не прокачанная. Это очень интеговая такая фигня. Сказал вообще, как отрезал. У мерки у нашей, значит, есть 600 брони и 1000 гп. То есть это очень неплохо. А так она медленно перезаряжается. Но медленно перезарядка компенсируется огроменным просто уроном. По любой броне эта штука наносит урона больше, чем одноуровневые танки. Чем многие одноуровневые танки. Опаньки. Во как прям. Однако в корме у нас очень мало брони. Да, Радпаку убил. Бредно никого не может. И сейчас у меня будет новое звание. И с него я смогу купить за золото тип 10. Но золота у меня, конечно же, на него нету. И я сначала думал, купить мне все-таки К9 или его. Мерку или К9. Мерку или К9. Покопить, донатить еще или не донатить. И я выбрал, собственно, второй вариант. И решил себе купить мерку. Вот у меня теперь есть Меркова. Да, он, наверное, все-таки правильно так читается. Хотя, если на первом канале говорят Меркова, то надо наоборот как раз читать. Все же знают, что такое первый канал. Ну ладно. Вот так вот, собственно, у меня появился этот танчик. Так, вот так вот он едет. И эти баки теперь я его могу изучить. И знать все, что на нем написано. Нарисовано. И так далее. Я вот немножечко сейчас Радпака покараем. Так, откуда-нибудь надо где-нибудь засесть, что ли. Давайте где-нибудь вот тут как-нибудь засядем. Ой! А ему там помощь требуется. Не-не-не-не-не, мы тут не засядем. Да, пипец. Ну, дайте мне кого-нибудь убить уже, а. Как будто какой-то я отрешен на отбое, реально. Так. Ребят, о. Вижу, кого-то очень бронировано. Насколько я... Лаги, лаги, вы... Блин. Мать. Мать. Мать! Лаги, это, конечно, хорошая вещь, но она иногда мешает играть. Блин, нам надо как-то... Нам надо как-то прорываться вперед, что ли, я не знаю. У них вон уже один флаг. Да, у нас бой на 15, значит. Ну, на 15, так на 15. Попробую его комментировать, насколько можно больше. Я не знаю. Сделал ту светодиодную хрень. У меня мозги вообще поцлыли. Ну, надо дело с юмкой работать. Ну. Да. Перезаряжайся. Мерка, конечно, очень-очень быстро. Именно за это, за 6 секунд перезарядки мы все так ужасно любим. Точнее, даже люто любим. Во. Это будет поточнее. Мы мерку люто любим именно за ее перезарядку. О-о-о. Ты поц, что ли, а? А, понятно, что у нас такое бронированное там было. Аккуратненько. Так. Я сказал, аккуратненько. Да. Мастер. Я Алдан. Ну, может, ты Алдан, конечно, ну. Ладно, ругаться не будем. Не будем ругаться. Бац. И бац. Ай, блин. Так. Не, конечно, в лобовом столкновении со всякими радфаками мы немножечко... Немножечко... Ммм. Да. Пушка заставляет меня вызывать сатану, по-моему. Однако, все-таки, у нас ХП довольно много, и это нам позволяет некоторое время танковать. Знаете, как ИС-3 танкует на низких уровнях? О-о-о. Прямо сразу, блядь. Вот так же, как ИС-3 на низких уровнях танкует, так танкуем мы на высоких. Да блин, да. Ну пить ты. Попульки попасть. да ладно дачок подок не кажется ли фарене это у нас на 63 б и выше я куда наш с 10 кило то делся и вася и блин раоне лил лол хюмель хюмель да 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 понятно что лол мать кухня хп вообще ходящий так рот вам верно будет что-нибудь не сделать ты скрострельной питочкой а именно надо будет откуда и с них там еще 20 золота цепал даже что как-то мне 20 цифру мы сейчас вот это вот немножечко великим то есть вот у нас 58 скорострельность по стандарту если параметры мне принципиально устраивает мы сейчас делаем вот так наверно вот так те ибо не прибавилось ведь тогда вот так все у нас мерка теперь с теми же самыми и б только уже немножечко потяжелее будет оружие массового поражения это ладно вот мы вроде тут играли сейчас посмотрим на бродички пенхель еще какие-то гады ай блин да 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 я дла ну да так за эту команду спавнимся и рот пак оказывается за нас молодец рот пак сразу чувствую мерку какой-то сразу такой обновившийся мощный мощь мощь павор щит целая куча мощи 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 понимаете мощь мощатина это такая вещь да гори ты уже ну хоть где-нибудь ну не в аду на хоть где-нибудь да рикошет то прям замечательно снайпер сто пятьсотого уровня ну да конечно бывают иногда такие маньвинтики знаете когда бах и все аллах прям пах да ребят я эту я эту жизнь это работал о салюм и сми блин меня убили ну и чё поворотик и очень быстренький у нас только поворотик знаете прям так приятно соновать что у нас сейчас больше хп чему тип 10 топового то есть сейчас у 56 б больше хп брони чем у 7 б бах ты вознесет это сила нет я не конечно не отрицаю что он немножко мужский но он такие намного сильнее чем тот же самый т-72 потому что он уже немножко устаревает на данном уровне да его можно конечно выкачать в топы явил как с ним против орлов всяких трались но он уже немножечко плоховато работает что ли я не знаю так хор хавка вальдик федя всякие другие кланы непонятные где-то именно так читаю так андрюкса давай сюда адрюкса да крутись ты м мать мать чё нам идиотский юнкевский просчет коллайдеров мне кажется немножко просчитывают с коллайдера юнити но более но т8 т90 точнее он конечно ворону наш флажок нету есть хорошо это даже плохо и без флага мы будем как без рук ребят особую что-то в скорострельности прям прибавки я не заметил однако мы ее на треть увеличили скорость стрельбы вертушку ты не возьмешь уже и вот теперь хрен ли тебе пробить меня в лабарст все готов в лоб ты меня не пробьешь в бок разве что ли там кто-то был хэллоу хэллоу салют так заезжаем спадик спадика выезжаем так гопником мы побыли всего доли секунды считанные но это приятно быть гопником считанные доли секунды это все равно лучше чем гопником не быть вообще и уметь никого гопать ну ладно их 12 на 15 отличный счет не всех 12 только вот смертей у всех больше то есть что кучу еще получается мы значит в топе команда ладно команда у нас не в жопе команда у нас нормальная там она станкующие выпьем сейчас идем и давим но блин но я на него целый выстрел потратил спасибо просто медленно перезаряжать что ты должен понимать андрюха голова два уха а вот и хумель ахтунг швайна никто какой-то типец у нас зашел в бачанский начал напихивать напихивает и напихивает а это огромная бочка никак не дохнет и думает что за хня вот как-то огромная бочка никак не может подохнуть я же ей в бачанский напихиваю и напихиваю господи ну на чем ты а на кой хрен ты аржун взял ну вот на кой хрен моему аджун это танк на котором может только понтоваться и только понтоваться больше он ни для чего не пригоден я сам на нем играл ну да может скорострелочка пиф-паф зато брони нет по 500 в очаровский напихивают и соники довольны на парт понос sonic и так далее и так соники игра у меня такая сейчас игра установлена интересная такая звание у нас тут не самая низкая есть и пониже так что можно со смелости сказать что мы тут как бы то что мы лучше всех играем это здесь не показатель к русски а просто показать что фортит и любит ну вообще-то я умею смеяться как гопник но я щас я щас не гопника изображал наверно кого-то другого я не знаю кого-то изображал сейчас какого-то мартис вообще я этому фросту научился я не знаю как я его сейчас уже не смотрю так ты любитель напихивать в бортец и попец тоже но бортец конечно любит намного больше напихивать и вы все напихивает 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 как это объяснишь а или мерки конечно у него очень много преимуществ перед всеми этими танками по высшей части по моему это броня огромный за раз урон то есть можно раз и все и нету какого ника девяностиков по пчанске мусора сумма но сидим раз и все и нету а где все 300 хп а 300 а где они а где хп то вот если бы у нас была такая же броня как у девяности к на этом уровне то есть также считались нас бронирование единицы то конечно же конечно же мы бы были просто нагибающей машины потому что ты девяностик пробить не то что невозможно даже попытаться думать пробить эти винастика это уже бред это уже бред потому что девяностик это такая непробиваемая вообще вещь хотя хп у него у ее еще и хп ему конечно не дали ой ребят ну не подбивайте ну призму им не будьте подсасывать или окей какие волка вот с ну немножко да как ты блин так он кумулями что ли стреляет или чем или я не понял а а это по нему наверно кумулями валя точно у меня же защиты пока что нет экрана не качал и давай поворот до воротом а мать как у тебя блин как он медленно поворачивается ну это неудобно это серьезно неудобно как ты медленно поворачиваешься не конечно понимаю что у мерка это неудобно не гоночки но конечно да каткой колесница с мощностью в одну комариную силы там в одну говяжью я не знаю в чем там меряют израильтяне свои силы может быть одна жида силы или что такое ну короче я не знаю меряют сколько раз я по тебе уже промахнулся у тебя уже насморк по моему от того что я по тебе на промахивался без численно множество раз слоир 95 не ну чувак ну ты не слэр ты нет ходишь чёк мне дождь я жалко знаешь сумер гистик что сумер гистик хочу сейчас ему показать что мерку купил а потом он уже как тысячный раз за свою карьеру в танктастике попадет на youtube просто потому что потому что это это он потому что это санар гистик просто потому что он отлично играл в танктастик и вообще хороший человек так процент 80 90 стоп а трейсеры куда попали юнити юнити ты каким там лучшим стреляешь или чем или коллайдером или лучом мне непонятно вообще чем там стреляет наши юнити вроде однако у нее есть скорость валюты значит это у нас все таки наверно коллайдер какой-то не особо быстрый и не особо медленно так и вертушка в итоге появилась у противников я это понял ну так ты господи ну блин ну хумель ладно сейчас так дэска будем отвечать да нам не это уже сдолбал андрюкса смотрите как только нам приехал здесь бой на топах или чё я вообще что-то не понял походу здесь у нас бой на топах ребятами это хорошо так ну ты меня дал ставлю уже хоть долбиться в меня здоровый казак понесла звезда по кочкам ура четыре ляма поздравляю чувак с четырьмя лямами удачи чтоб тебе леща в подарок отвесили прямо джинны прям муа от сердца хороший такой лещ от сердца прямо это прям пощечу от сердца отвесили за то что просидел в танктастике четыре ляма времени она ведь лямах у меня уже измеряется по моему что я скоро три ляма времени просижу в танктастике насколько у меня там лямов да уже у меня три ляма времени просижена в танктастике а что как не заняться привык два ляма 800 до 2 лям 800 а у меня оказывается уже три ляма да ладно я чуть даже как-то забыл так те главное сейчас пушку выломать за зиза за тут тут у дуду ну всю ручку ну про ушли ты тоже сейчас брелы так кто кто все видят этого родпака, да? Все видят вот это вот, вот это вот, который... Ох! Отлично! Просто отлично! Отлично, отлично! Так, ага! Эм... Ну куда он себаса успел, а? Куда он успел себаса? Так, и меня кто-то выкинул с карты. Кто-то киданул! Фермер, ты так не шути! Ладно, плиз... Не-а-а, а что все повыходили? уже все флаги что ли стаскану да ладно а ну да походу дело так и есть ну ладно сейчас еще немножко опыта подыбаем сургистик опять куда сыбаса но я ему только только я ему хотел мерку значит показать она мне вот есть мерка танк-тастик физика блин даже вроде мы поднищу там попал ну ладно пофигу только иначе хочу показать что и ой ой ребят вы вы уж извините но я гониками не дружу так что ой ой мяско мяско воронюка мяско пошло уже а джуна взяли и тос взяли все вообще взяли что только есть в танк-тастике у меня вообще вопрос если теперь смысл тут других танках раз нет так нет на него в принципе неплохой такой получился боец довольно активненький такой довольно интересненький да что там у нас на мерочку можно поставить на мерочку на мерочку кучу всего трубку всякие кумуле и так далее на урона у нас как видно больше даже чему арты хп чуть-чуть меньше оси чуть-чуть незаметно перезарядка в два раза медленнее только я понимаю этот и здесь так считается скоростью чуть-чуть медленнее вращение вашей такой же ну а а разу на овощи не ровня брони у него нет урона столько же перезарядка быстрее и хп на суточку больше с эфикаром тоже сам ну конечно мировыми всякие там не знаю что еще можно показать конец нового ликверка все вот эти три нижних параметра они намного выше то здесь у него он скорострельный быстрый и вращение важнее выше и абрамас у нас уже проигрывает и по хп и по урону хотя вроде я нет я не качал все-таки на максимум но вроде мы можем где-то еще куль прокачать и будет у него больше урона ладно шкала 1 всем спасибо за просмотр с вами был мистер дезис всем удачи всем пока и я вернулся в тантастик продолжать жуткий анатолий нагибая искать всем удачи всем пока удачи всем пока